СПЕРВА БЫЛ СВЕТ КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ И ДАЛ КРУТУЮ ГРАФИКУ Все, что вы наблюдаете на сцене, это результат работы освещения. Нет света, нет изображения. И чем навороченнее технология освещения, соответственно, тем и реалистична графика. Привет, на связи Киберстарс Интертеймент. В этом видео мы разберем, как работает компьютерная графика, в частности в компьютерных играх. А точнее говоря, какие технологии и как работают при методике растеризации графики. Существует два метода построения изображения. Это растеризация и трассировка лучей, raytracing. Для лучшего понимания, что такое растеризация, рекомендую посмотреть ролик «Все про 3D-рендеринг». Компьютерная трехмерная графика в своем общем понятии уже относительно давно научилась отрисовывать правдоподобное изображение. Точнее говоря, имитировать свет. Нет. Правда, с использованием трассировки лучей, которая имитирует поведение фотонов, как в реальной жизни. Единственное, это требует больших вычислительных возможностей. И на построение одного подобного кадра отводится неограниченное количество времени. Например, один кадр может рендериться 3 минуты, а порой и час. Ведь спешить некуда. Подобные вещи уже давно используются в 3D-моделировании. Например, в такой программе, как 3DS Max. Но вот в играх некогда медлить. Нужно очень быстро отрисовывать картинку свыше 30 кадров в секунду. Поэтому разработчики игр вынуждены использовать аппроксимацию райтрейсинга. То есть заменять его на что-то схожее, но менее затратное. И эти технологии используются при растеризации в компьютерной графике. Поскольку они не такие требовательные, то их можно использовать в реальном времени. То есть это свыше 30 кадров в секунду на отрисовку. И при этом визуальные составляющие схожи с трассировкой лучей при меньших затратах. С этими технологиями мы и познакомимся. И поскольку суперреализм на данный момент недоступен в режиме реального времени. Ввиду аппаратных ограничений, конечно же. И получить суперизображение можно только в оффлайн рендеринге. То есть где на отрисовку одного кадра выделяется неограниченное количество времени. То разработчиками, в частности для компьютерных игр, придумываются различные хитрости и иллюзии. Которые только имитируют поведение света. И не работают по физической модели из реальной жизни. Например, свет и тени могут заранее накладываться на текстуры. Расчет которых был заранее сделан один раз на стадии сборки проекта. Или разработки игры, если речь идет о играх, конечно. Рендеринг в реальном времени применяется в компьютерных играх. И затем просто готовый результат выводится тогда, когда это необходимо. Ведь не нужно просчитывать все каждый раз заново. И такой метод отлично подходит для реал тайма. Рассмотрим, какие технологии могут применяться в реал тайме. На пути становления трехмерной графики в видеоиграх всегда стоял вопрос освещения. И поначалу весь свет рисовался художниками. Вместе с диффузной текстурой. В дальнейшем которую можно было динамически высветлять. И таким образом получать в нужный момент, например, вспышку от выстрела. С развитием индустрии стало возможным использовать текстуры с большим разрешением. Благодаря которым можно было нарисовать на них в нужных местах более точный свет с тенями и полутенями. Далее с ростом деталей и развитием индустрии. Освещение стали заранее просчитывать с помощью алгоритмов. И распределенный по поверхностям свет запекали в отдельных текстурах, лайтмапах. Которые потом накладывались поверх диффузной текстуры. То есть основной текстуры с рисунком. Также стало возможным использовать динамическое освещение. Затем игры научились отбрасывать динамические тени от объектов. Например, от главного персонажа. Сперва это была текстура в виде пятна под моделью. Потом появились проецируемые тени. Это просто проекция примитива на плоскость. Которая не могла быть полупрозрачной, а только черной. А еще такие тени могли проецироваться только на одну плоскость. К примеру, только на пол, но не на стену. И потом уже появились так называемые стенсил тени. Которые могли падать и на другие, не только горизонтальные плоскости. Это на других персонажей или коробки, например. То есть на горизонтальные и одновременно на вертикальные плоскости. Такие тени могли учитывать дальность источника света. Что влияло на насыщенность самой тени. Ну и конечно же, сама детализация модели. То есть количество полигонов. Напрямую влияет на геометрию спроецированной тени. При растеризации, прежде чем рассчитать освещение в сцене. Нужно сперва выяснить, в каком пространстве это будет происходить. Необходимо сперва выяснить, на каком расстоянии от камеры находятся геометрические примитивы. И какая геометрия перекрыта. Для этого создается так называемый Z-буфер. Карта глубины. Это изображение, состоящее из 256 оттенков серого. Где яркость каждого пикселя символизирует о расстоянии в 3D пространстве. Полигон, который покрывается светло-серыми пикселями. Соответственно расположен дальше, чем тот, что покрыт более темными. Также это может быть с точностью наоборот. Чтобы создать тени в играх, существует большое количество алгоритмов. И самый распространенный, это карты теней. Shadow Map. Карта теней. Это предназначено для динамических объектов. То есть подвижных. И предназначено это только для теней. Также Shadow Map можно использовать со статическими объектами. Но тогда при большом количестве объектов вы получите проблему с производительностью. Построение такого рода теней основано на использовании данных Z-буфера. Недостаток таких теней. Это алиасинг. Пиксельная ступенчатость по краям. Это из-за того, что несколько пикселей карты теней могут получать одинаковые данные из Z-буфера. Это можно решить, увеличив разрешение. Но это повлечет повышение нагрузки на производительность. Тогда можно воспользоваться уловками. Наподобие Shadow Bias. Это сдвиг глубины. Однако у этого алгоритма есть свой недостаток. Это сдвиг тени относительно объекта. Еще один способ получить мягкие тени по краям. Это отрендерить сразу несколько теней. И в дальнейшем сместить их по координатам. И в конце усреднить их значения по цветам. Называется такой метод Percentage Closer Filtering PSF. Это конечно выглядит красиво, но потребляет много ресурсов. Конечно, от очень яркого прямого солнечного света тени получаются резкими, но все равно их как-то нужно сглаживать по краям. Либо просто убирать очень резкий переход из ступеньки. Либо нужно как-то сглаживать тень на удалении от объекта. Такой эффект получается от не совсем прямого света. Другими словами, переотраженного. И здесь применяются уже другие алгоритмы. Например, каскадные тени. Тени рендерятся в более высоком разрешении, вблизи камеры. И в более низком, на удалении, своего рода лот, level of details, для теней. И иногда можно заметить переход между этими разрешениями. Что своего рода тоже недостаток. Одним из самых современных алгоритмов построения теней считаются капсульные тени. Тут трехмерные объекты представляются в виде капсул или сфер, от которых тени и отбрасываются. Но создавать таким образом тени для всех объектов в сцене не совсем правдоподобно. К тому же отсутствует возможность создавать жесткие тени. Капсульные тени лучше подходят для персонажей. И самые качественные и ресурсоемкие тени это NVIDIA PCSS. Percentage Closer Soft Shadows. Этот алгоритм учитывает четкость в зависимости от расстояния. Их можно встретить в таких играх, как GTA V, Far Cry 4, Assassin's Creed Syndicate, The Division и не только. NVIDIA HFTS Hybrid Frost and Traced Shadows. Это улучшенная технология PCSS. Это гибридный алгоритм, в котором используется несколько технологий и методов. Первый это Frost and Tracing. Это трассировка лучей для построения жестких теней. Правда не такая дорогая с точки зрения производительности. Затем нужно сгладить эти тени, используя данные из Z-буфера, чтобы имитировать переход из жесткой тени в мягкую. И в конце нужно провести недорогую постобработку анти-алясинга, наподобие FXAA, чтобы сгладить кромку тени по краям. Как работает подобное сглаживание? Чтобы избавиться от ступенек на краях теней, обычно применяют фильтрацию в пиксельном шейдере. Так достаточно добавить шум при выборке из карты теней. После чего применить размытие, чтобы тени обрели более опрятный вид, а ступенчатость стала менее заметной. Технология HFTS применяется в игре Tom Clancy's The Division. И эти тени динамические. Перечисленные алгоритмы можно отнести к классу Direct Illumination – направленный свет. И наряду с этим, к разновидностям освещения, можно добавить классификатор Global Illumination – глобальное освещение. Это попытка осветить объекты отраженным от других светом, но не от прямого источника. И также имитировать отраженный цвет, так называемый рефлекс. Это когда один объект может перенять на себя цвет поверхности другого объекта. Также может учитываться карта отражений, о которой мы поговорим позже. Попросту говоря, переносится отраженный свет, что является обычным делом для рейтрейсинга. Раньше глобальное освещение вообще не использовалось. И уже позже, при растеризации, оно стало запекаться в лайтмапы. И использовались карты окружения. По типу PMRM и IBL. Это такое освещение, полученное от изображения, которое свернуто в сферу или полусферу вокруг сцены. Сейчас с ростом аппаратной производительности стало возможным реализовать подобные эффекты в реальном времени. Первой такой технологией был Enlighten. Самая распространенная технология – это Voxel Contracing. Трехмерная сцена разбивается на Voxel. Это такие трехмерные пиксели, как кубы в Майнкрафте. И каждый такой Voxel хранит информацию о цвете, той геометрии, которой он соответствует. И также учитываются нормали. И все это записывается в специальную 3D-текстуру. Затем происходит трассировка конусов. Для каждого рассчитываемого пикселя поверхности создается группа конусов, где конус – это абстракция, имитирующая группа лучей. То есть, тысячи лучей на каждый пиксель представлены в виде одного большого луча. И, конечно, результат усредняется и складывается с основным освещением. Другими словами, используются не пиксельные лучи, которые не имеют толщины, а толстые лучи в виде конусов. И это невероятно экономит производительность. Но вот только вследствие чего понижается точность. Отчего могут проявляться такие неприятные эффекты наподобие просачивания света – light leaking. И вообще освещение может отображаться не совсем точно, что требует дополнительной ручной работы. Но зато такой свет динамичный и не нужен предрасчет. Конечно, стоит сказать, что реализация глобального освещения с использованием карт окружения наподобие PMRM или IBL получается гораздо дешевле, чем Voxelcon Tracing. Но наряду с этим технологии наподобие Voxelcon Tracing дешевле, чем глобальное освещение с классической трассировкой лучей. При использовании карт окружения и Voxelcon Tracing результат получается примерно одинаковый. И вот как раз-таки технология VXGI – Voxel Global Illumination является промежуточным шагом между традиционными методами освещения и полной трассировкой лучей. Наряду с перечисленными технологиями для построения глобального освещения есть схожие технологии. Это Voxel Based Global Illumination, сокращенно SWOG, Approximate Hybrid Ray Tracing, сокращенно AHR – это технология более новая, Light Propagation Volumes, LPV и прочие методы. Еще есть технология, которую также можно отнести к глобальному освещению. Это Ambient Occlusion – самозатемнение. Чтобы объекты не выглядели, словно они парят над землей и контрастировали на фоне окружения, стыки на объектах слегка затемняются. Но это уже больше относится к постобработке. Другими словами, к пострендерингу. Ambient Occlusion чаще всего вычисляется по строениям лучей, исходящих из точки поверхности объекта, во всех направлениях, с последующей проверкой на столкновение. Лучи, которые достигли источника света, добавляют освещение на объект. А лучи, которые перлись в близлежащий объект, не добавляют света и получаются затенения. Ambient Occlusion также называют Skylight. Существует большое количество алгоритмов Ambient Occlusion, сокращенно AO. SS AO – самый распространенный. HB AO – уже покачественней. VX AO – самый продвинутый и ресурсоемкий. VX AO – это часть технологии VXGI, где при расчете используется воксельная сетка. Это далеко не все методы построения Ambient Occlusion. Вот список методов Ambient Occlusion. Ambient Occlusion является естественным эффектом при использовании трассировки лучей. А вот при растеризации это уже отдельная технология. Light Map – карта освещения. И это более универсальное определение для всего того, что отдельно запекается в текстурах. Подходит только для статических объектов, то есть неподвижных. Она может запекать в текстурах освещение, тени, глобальное освещение и Ambient Occlusion. Ambient Occlusion – это самозатенение. Яркий пример качественного запекаемого света – это Light Mass в Unreal Engine 4. Раньше, в далеких 90-х годах, подобные вещи вообще рисовались художниками, прямиком на текстурах. Просто все засветы, градиантные переходы и затенения рисовались вместе с текстурой. Как же работают отражения в реальном времени, например, в тех же самых играх? Постоянно отрисовывать копию окружения в зазеркалье означает почти двойной рендеринг. Кстати, раньше так и делали. Создавали вторую копию комнаты вместе с копией персонажа. И помещали с другой стороны зеркало, что являлось элементом уровня в игре. Но этот способ сильно ограничен и узконаправлен, и на данный момент почти не применяется. Отражение в автомобильных зеркалах – это попросту вторая камера, только с более низким разрешением. А это означает больше затрат на рендеринг. И поэтому в гонках подобная фича либо отключается, либо уменьшается разрешение в этих зеркалах. И чтобы применять отражение повсеместно, а не только локально, был придуман Cube Map. Cube Map – это уже относится к отражениям. Он захватывает шесть плоских изображений вокруг себя, сверху, снизу, по бокам, которые в дальнейшем наносятся в низком разрешении на плоскости невидимого куба. И потом его грани сглаживаются, и получается сфера. И потом полученная панорама проецируется на поверхности объектов, которые расположены в зоне действия Cube Map. Cube Map использует заранее запеченные объекты. Получается, он как бы их фотографирует. И поэтому динамические объекты в нем не отражаются. Также, если обратить внимание на отражения в ходе передвижения, то можно заметить, что запеченные отражения остаются на местах. Чтобы это исправить, Cube Map дополняется различными технологиями. Например, Parallax Corrected Cube Map. Он растягивает текстуры отражений в соответствии с позиционированием камеры, то есть по мере передвижения. Но все равно эта технология не позволяет отражать динамические объекты. Потому что все еще запекание отраженного окружения в текстуры происходит лишь один раз. Чтобы отражать все вокруг в режиме реального времени, нужно постоянно обновлять Cube Map. То есть перезапекать его каждый кадр. И для этого был придуман Dynamic Cube Map. Это динамический Cube Map, который обновляется. Динамические Cube Map почти не используются, потому что на постоянную генерацию новых панорамных текстур уходит много ресурсов. Затем появилась технология псевдо-рейтрейсинга Screen Space Reflection, сокращенно SSR. Трассировка лучей применяется только к видимым на экране объектам, используя информацию с предыдущих стадий рендеринга. Ну а если какой-то объект хоть частично остается за кадром, то его отражения пропадают, либо не будут отрисовываться до конца. И подобные недочеты приходится маскировать частичным замыливанием или растягиванием текстур в отражениях. Подобные технологии были созданы для быстрого рендеринга в реальном времени. И их полностью способна заменить всего лишь одна технология. Это Ray Tracing, трассировка лучей. Ray Tracing отлично справляется с динамическими отражениями, рассеиванием, тенями и освещением. И все это более физически корректно относительно поведению света в реальной жизни. И к тому же его можно использовать в тандеме с перечисленными технологиями, например, вместе с SSR или Cube Map. Все это полезно для увеличения производительности. Но это только с соответствующим аппаратным ускорением для работы лучей в реальном времени. Что появилось в видеокартах NVIDIA RTX серии. Это отдельные ядра на кристалле GPU, мощности которых специально выделены для расчета Ray Tracing лучей. При трассировке лучей из пикселей камеры посылаются лучи, которые в дальнейшем, отражаясь от объектов, могут перенести свет от одного к другому. При этом учитываются характеристики поверхности от предыдущего объекта. Это цвет, гладкость, прозрачность. Таким образом имитируется физическая модель поведения света из реальной жизни. А вот при классическом методе построения кадра, то есть растеризации, приходится аппроксимировать Ray Tracing, то есть заменять его на что-то схожее. Аппроксимация – это когда одни объекты заменяются другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми. И тут получается вот что. Все эти технологии Cube Map, SSR, Light Map – это аппроксимация Ray Tracing. Один лишь только Ray Tracing взамен растеризации способен разом реализовать освещение, тени, отражения и прочие световые эффекты, наподобие каустики, заменяя одним собой такие костыли, как Light Map, Cube Map и так далее. Правда, те же самые Cube Map и Light Map работают гораздо быстрее. Но это всего лишь вопрос производительности железа, с ростом которого Ray Tracing займет доминирующую позицию. Ray Tracing мы подробно разложим по полочкам уже в следующем видео. Но пока что движемся дальше. Хотелось бы добавить, что рендеринг, то есть отрисовка кадра, бывает предварительный – это Pre-Rendering. К нему можно отнести Cube Map и Light Map, ведь они заранее просчитываются. Также есть Post-Rendering. К нему можно отнести Ambient Occlusion, за исключением некоторых видов. И сглаживание, Anti-Aliasing, ну, также за исключением некоторых видов. Напоследок, хотелось бы затронуть сглаживание, оно же Anti-Aliasing, сокращенно АА. Все эти ступеньки по краям геометрии и теней получаются из-за того, что изображение состоит из пикселей, и от этого никуда не деться. Алисинки всегда будут присутствовать на неровных линиях и полностью отсутствовать на прямых ровных линиях. И все эти ступеньки, алисинг, как-то нужно сглаживать. Для этого существует множество способов и технологий. Первый способ. Можно трендерить изображение в большом разрешении, на этапе построения кадра, то есть при рендере, и потом вывести в обратно уменьшенном разрешении. Таким образом, из нескольких пикселей в высоком разрешении, получается один усредненный по цвету. По такому принципу работают технологии. Super Sample Anti-Aliasing, сокращенно SSAA, это первое и самое простое сглаживание, которое сильно потребляет ресурсы. CSAA, что-то среднее. MSAA, это улучшенный SSAA. И он уже сглаживает только края геометрии, и не обрабатывает пиксели внутри полигонов, экономя ресурсы. Собственно, 2x, 4x или 8x, это во сколько раз увеличивается разрешение при таком методе антиалясинга. Соответственно, равнозначно растет и нагрузка. Хотя это и не совсем так. Правильнее будет разделить умножитель на 2. А если выражаться еще точнее, то это количество сэмплов, а не умножитель разрешения. Следующая технология уже не скейлит изображение, но также является пререндером. Это QAA, используя данные из соседних пикселей. То есть этот алгоритм уже не увеличивает, а размыливает изображение. Он применяется на игровых консолях. Таким образом, мы плавно подходим к следующим способам. Для сглаживания неровностей. Тут сглаживание применяется уже к сформированному кадру. То есть это уже этап пост-рендеринга. Кадр как бы замыливается путем интерполяции близлежащих пикселей. То есть пиксели по краям усредняются относительно близлежащим и становятся более тусклыми или яркими. Благодаря чему границы становятся не такими четкими. И к этому способу относятся технологии FXAA. Первая технология такого рода, которая забирает 1-5% от общего фреймрейта. Но картинка получается замыленной. MLAA использует CPU вместо GPU. Ее редко можно встретить в играх. SMAA гибрид методик FXAA и MLAA. По сути это как MLAA, работающий на видеокарте. Подходит для средних и мощных видеокарт. Не требовательный к производительности. MFAA улучшает изображение, полученное с помощью MSAA. И к третьей категории можно отнести сглаживание, которое использует несколько соседних кадров для сбора данных. Другими словами, кадры накладываются друг на друга, подстраивая геометрию. И представитель такой технологии это TAA и TXAA, который может работать с движущимися объектами, объединяя в себе все достоинства MSAA и SMAA. Все вышеперечисленные методы можно комбинировать. И то, это далеко не все методы. И вишенка на торте – это DLSS. Новая технология от компании NVIDIA, которая работает на тензорных ядрах RTX видеокарт. Тензорные ядра – это специально выделенные ядра для дополнительных математических вычислений. Например, их применяют для искусственного интеллекта, который помогает в построении кадра. Например, убирает шум при трассировке лучей. DLSS – Deep Learning Super Sampling. Суперсэмплинг глубокого обучения. Эта технология, использующая искусственный интеллект для создания изображения, которое выглядит как изображение с более высоким разрешением, которое при этом получено из-за исходного изображения с более низким разрешением. При этом эта технология не влияет на производительность. Но эта технология работает только на новых видеокартах с тензорными ядрами. Первая версия DLSS мылила картинку почти как FXAA. Однако при его использовании увеличивается фреймрейт. Во второй версии DLSS картинка уже гораздо четче. Подведем итоги относительно сглаживания. Если слабая видеокарта, то лучше использовать FXAA. Что-то среднее – это MSAA. И то, что я порекомендовал бы среди всех – это TXAA. Но если у вас мощная видеокарта, то используйте мультисэмплинг по типу SSAA. Ведь это самый честный анти-алиасинг. Еще, как вариант, можно просто увеличить разрешение. Но, соответственно, DLSS – это сглаживание нового поколения, которое будет постепенно внедряться в игры. Теперь давайте разберемся, так как же отрисовывается кадр на пути визуализации. Каждый кадр на пути визуализации должен пройти определенный конвейер. Его еще принято называть pipeline. На пути его прохождения каждый кадр обрастает деталями со сцены. Сперва отрисовывается геометрия. Вначале есть массив данных с координатами точек вертексов – самих трехмерных объектов. Затем это все просчитывается в трехмерные модели. И формируются полигоны. Потом убирается невидимая геометрия. То есть та, что не попадает в кадр. Или перекрыта другими объектами. Все это избавляет от лишних расчетов в дальнейшем. После геометрии происходит шейдинг. Наносится текстура на полигоны. То есть это как они должны быть окрашены. Потом корректируется свет и тени. В зависимости динамически они или статически наносятся соответствующие карты. Это карты глубины, освещения, затенения. Затем накладываются различные эффекты. Связанные с бликами, прозрачностью, отражениями и так далее. После чего происходят различные постобработки. То есть пострендеринг. Связанный с цветокоррекцией, размытием, свечением, туман и подобные детали. И все это происходит последовательно, одно за другим. И отрисовывается в виде 2D растрового изображения у вас на экранах. Такие вызовы для отрисовки называются дроуколами. И они исчисляются тысячами для построения одного кадра. И затем начинает рендериться следующий кадр по такой же схеме. И в реалтайм рендеринге, например таком как в играх, это все должно происходить очень быстро. Таких кадров должно отрисовываться по меньшей мере 24. В течении всего лишь 1 секунды. Конечно чем больше, тем лучше. Отрисовать простую геометрию не составляет труда для компьютера. А вот вид накладываемых поверх текстур эффектов напрямую влияет на производительность. Поэтому в реалтайме используют те самые, менее затратные технологии наподобие кьюбемап. Между которыми можно переключаться. К примеру, можно отключить Ambient Occlusion, самозатенение, с SSAO на HBAO. И на этапе конвейерной отрисовки кадра, одна технология заменяется на другую подобную. Вся компьютерная графика, как и любая программа, это программный код, написанный на C++ или на каком-то другом языке программирования. Только недостаточно одного C++. Для создания трехмерной графики нужны еще дополнительные библиотеки. Наподобие DirectX или Vulkan, это специальные API, фреймворки, содержащие набор инструкций для построения графики. И подобный графический код называется Shader. Блики, затенения на полигонах, это все шейдеры. Шейдеры выполняются в графическом конвейере. Шейдеры сообщают компьютеру, как рендерить каждый пиксель. Шейдеры также могут писаться на специальном языке, наподобие GLSL, OpenGL Shading Language. OpenGL это тоже API, как и DirectX. Vulkan это просто его продвинутая версия. Эти языки для написания шейдеров также существуют, как для оффлайн рендеринга, так и для реал-тайм рендеринга. И их существует большое количество. Вот, например, Open Shading Language, это для оффлайн рендеринга. А DirectX High Level Shader Language, это для рендеринга в реальном времени. DXR от компании Microsoft. Это дополнительная надстройка, то есть расширение для DirectX. DirectX Ray Tracing. Этот фреймворк позволяет работать с трассировкой и только на RT-ядрах видеокарты, если они, конечно, имеются в модели видеокарты. На данный момент все возможности DXR трассировки еще не раскрыты. И в играх можно переключаться, как между простыми технологиями, заменяя, например, один вид отражений на другой, так и переключаться на Ray Tracing отражения DXR, что просто заменяет одну технологию на другую, внутри графического конвейера, не меняя его структуры. Если вам нравится подобный контент и подобные видео помогают вам, то вы можете поддержать меня, например, на том же самом Патреоне. Это очень сильно помогает с развитием проекта. Ссылки я оставлю под видео. И не забывайте подписываться, мы будем разбирать много разных вещей. Субтитры сделал DimaTorzok